Доброе утро! Сегодня я познакомлю вас с денежными деревьями, каких называют в народе. Это долларовое дерево или замиокулькас, толстянка, либо денежное дерево, и монетное дерево. Растения, которые непривередливы в уходе, пересадка нужна для каждого растения раз в 2-3 года. К земле неприхотливые. Можно пересаживать в землю для кактусовых или просто обычная земля, которая у вас есть в доме. Удобрять только в весенне-летнее время и то половину дозы удобрений для растений зеленой массы. Его часто ставят в кабинетах. Размещают для того, чтобы процветание и бизнес в этом предприятии или производстве был на высоте. В основном ставят в частных домах, квартирах. Мы все любим его и верим в то, что оно принесет нам денежки и повысит наш статус. Оно более креативное и любит, когда его ставят где-то в больших холлах, там, где территория позволяет разместить большие деревья. Очень щадящий полив с весны и практически круглый год полив умеренный. Это раз в неделю в весенне-летнее время и раз в 10-15 дней в зимнее время. В кабинете его лучше всего поставить в юго-восточной зоне или в центре. В доме его ставят в любом месте. Единственное, что как оберег, перевязывают ленточкой, либо красной, либо можно даже патриотической. То есть любая лента, которая вам нравится. Основное условие феншуя – это салфеточка, на которой должно установлено быть оно. Это красный, зеленый или пурпурный цвет. Цвета любви и процветания. Сегодня я рассказала вам о денежных, долларовых растениях. Надеюсь, мой рассказ был интересен. До следующей встречи!